Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как одна известная четырехбуквенная организация обманывает широкую общественность, подсовывая вместо настоящих фотографий Земли какие-то нелепые жалкие подделки. Изображений, на которых якобы показана якобы планета, якобы Земля, существует превеликое множество. Но широкая общественность твердо убеждена в том, что все эти картинки являются фальшивками НАСА. Словно бы других космических агентств и вовсе нет. Впрочем, нет. По поводу одного из приведенных здесь примеров, широкая общественность уже почти уверена, что все это взаправду. Но остальные картинки явно фальшак. Ведь если бы это была одна и та же планета, то почему изображения получились такими разными? И я сейчас не про контраст и цветность, их-то можно как угодно выставить. Начнем наш разбор с того, что возьмем глобус, и если его у вас под рукой нет, то можете взять какой-нибудь другой шарообразный предмет, нарисовав на нем, скажем, океаны и континенты, можно даже вымышленные. Возьмем глобус и попробуем его сфотографировать с разных расстояний, но так, чтобы видимый размер глобуса оказался бы одинаковым на всех кадрах. И удивительное дело, получается, что при изменении расстояния между камерой и глобусом, размеры материков словно бы изменяются. Как такое может быть? Чем ближе мы к шару, или к какому-нибудь другому трехмерному объекту, тем все меньшую долю его поверхности мы можем окинуть одним взглядом. При этом все остальное прячется в буквальном смысле за горизонтом. И нам потребуется все более широкоугольный объектив, чтобы уместить изображение в пределах одного кадра. И наоборот, если мы будем отдалять камеру, тогда все большая часть шара будет доступна для обозрения, и нужен будет все более длиннофокусный объектив. Фактически, телескоп со все большим увеличением. По мере увеличения угла, или что то же самое, по мере уменьшения фокусного расстояния, становятся все более заметными неизбежные искажения, связанные с тем, что трехмерный мир проецируется на небольшую плоскую поверхность светочувствительного элемента, будь то ПЗС-матрица, фотопленка, ведикон или что-нибудь еще. Ладно, с размерами континентов вроде разобрались. А как быть с тем, что один из сотрудников НАСА, будучи приперт к стенке неопровержимыми аргументами, был вынужден сознаться в том, что все фотографии Земли из космоса специально ретушируются, потому что иначе невозможно удержать правду. Впрочем, я немного утрирую, фраза выглядит несколько иначе. Он сказал, что «это отфотошоплено, потому что так надо». Аргументы, вынудившие проклятого афериста раскрыть эту страшную тайну, таковы. На изображении, известном как Blue Marble от 2001 года, в слое облачности можно разглядеть копии одних и тех же облаков. Их там превеликое множество, энтузиасты насчитали около сорока парных элементов изображения. Выходит, эти мерзкие аферистишки явно что-то скрывают. Но если мы начнем искать первоисточники, то сразу же выясним, что НАСА никогда и не говорила, что это изображение является фотографией. Наоборот, вполне в открытую и официально рассказывается о том, что это композитное синтетическое изображение, созданное на основе множества спутниковых снимков, полученных камерой MODIS, установленной на спутнике TERRA. Если чуточку подробнее, то этот спутник был запущен в 1999 году и работает до сих пор, регулярно переснимая поверхность Земли в разных участках спектра. Спутник обращается по полярной солнечно-синхронной орбите на высоте 705 километров, поэтому он все время наблюдает дневную сторону планеты, что весьма удобно. Полный обзор поверхности за вычетом двух кусочков вокруг полюсов спутник совершает примерно за сутки-двое. Его камера устроена так, что ширина полосы сканирования составляет величину порядка 2300 километров. Спутник делает не отдельные кадры, а как бы непрерывную ленту, сканируя линия за линией по мере движения над поверхностью. В итоге получается вот такой результат. В области между 29 градусами северной и 29 градусами южной широты полоса сканирования не захватывает участки, снятые на предыдущем витке, и получаются как бы такие дырки в данных. Для съемки земной поверхности это не очень важно, потому что дырки будут перекрыты в следующем цикле съемки, а земля меняется не так, чтобы очень быстро. Но вот облачность получается фрагментарной. И если мы такое изображение свернем в шар, то вид получим, что называется, не самый презентабельный и в чем-то даже страшноватый. Поэтому, чтобы заполнить промежутки в облаках, пришлось немного подредактировать изображение. Ведь если заполнять эти дырки облаками, снятыми в другом цикле, то картинку все равно пришлось бы фотошопить. Та картинка не единственная. Одно из самых знаменитых изображений, с которого и пошла традиция называть такие снимки Блю Марбл, получены экспедиции Аполлон-17. И даже если вы лично не верите в то, что американцы были на Луне, то, наверное, возможности сделать такой снимок не будете отрицать. Что характерно, на этом изображении никаких повторяющихся облаков нет. Советский Союз тоже получал аналогичные изображения. Например, при помощи автоматических кораблей серии «Зонд». Пятый и шестой сделали черно-белые изображения, а вот седьмой получил уже цветные снимки, на один из которых мы сейчас и смотрим. НАСА ну никак не может быть виновна в том, что Земля тут тоже получилась шарообразной. И что характерно, никаких повторяющихся облаков. Этими картинками варианты разоблачения проклятых аферистов отнюдь не исчерпываются. В 2012 году было изготовлено еще одно синтетическое изображение Земли. На этот раз фотошопщики взяли данные от спутника Суоми-НПП. Это тоже относительно низкоорбитальный спутник, но его орбита немного выше, чем у Терры, а полоса обзора несколько шире, около 3000 км. Поэтому он снимает без дырок и с солидным перехлестом в высоких широтах. Данные для этого изображения получены за несколько витков спутника. Изображение было аналогичным образом сшито и натянуто на сферу. На данной картинке мы видим Землю так, как она выглядит с высоты примерно 2100 км. Можно еще задаться вопросом типа такого. Ну ладно, мол, хорошо, пусть это спутниковые снимки. Но почему же мы не видим на них ни городов, ни автомобилей, ни людей, ни даже пресловутые звездочки на погонах, в которых отражались бы заголовки газет? Ведь мы же с вами знаем о невероятных возможностях шпионских спутников. Так где ж тут это все? Ну, начнем с того, что урокотворные объекты при наблюдении с большой высоты и с большим углом обзора получаются попросту слишком маленькими. Однако, если приглядеться повнимательнее, то на этом изображении можно высмотреть некоторые крупные агломерации и города, и даже в исключительных случаях промышленные объекты. Но они все равно занимают площадь в несколько десятков пикселов максимум. Никакие подробности так, увы, не разглядеть. Аналогично и с самолетами и прочей техникой. Для спутника Суоми-НПП даже самый большой самолет Ан-225 Мрия будет раз этак в 10 меньше пиксела. А можно ли как-то убедиться в том, что в основе этих картинок действительно лежат спутниковые изображения? А то, может быть, это вообще все графика от начала и до конца. Оказывается, можно. Есть целая куча геостационарных и не только метеорологических спутников и спутников зондирования Земли. От надежности и корректности их наблюдений зависит работа и даже жизнь множества людей, поэтому можно ожидать, что они показывают Землю так, как она выглядит на самом деле. Снимки с этих спутников архивируются и открыты для изучения. Некоторые из этих спутников, например, Гоя-10, находятся как раз примерно над тем районом, который мы видим на Blue Marble 2001. Зная год и месяц получения исходных снимков, в метеорологическом архиве несложно нарыть нужное изображение и сравнить одно с другим. При этом следует учитывать, что, во-первых, геостационарные спутники висят над экватором, а то самое изображение Blue Marble 2001 акцентировано на Северной Америке. И, во-вторых, моменты съемки не обязательно совпадают в точности, а картина облаков постоянно, хоть и медленно изменяется. В общем, смотрим и сравниваем. Элементы облачности в районе западного побережья США, над Центральной Америкой и рядом часть Южной Америки – все это прекрасно отождествимо и схожесть более чем очевидна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 На этом дело о поддельной земле можно считать в очередной раз окончательно закрытым. Спасибо за внимание Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова